Вот Такаев обратился к бизнесменам. Говорил, бизнесмены, вы должны помочь. Так он поэтому по любому поводу просит помочь. Пожары? Бизнесмены. Трубы лопаются? Бизнесмены. Я пользуюсь случаем, хочу обратиться к бизнесу Казахстана. Уважаемые бизнесмены, вы все хорошо считаете деньги. Вы понимаете, что такое хорошо и плохо. Вам трудно. Да, вы пока приспособились, но вы все равно выживаете. Какая-то узкая группа только просветает те, кто вместе с властью грабит нашу страну. Их не очень много. Я в этой связи обращаюсь к вам. Я призываю вас не финансировать по призыву Такаева. Я призываю наоборот. Заработать на падение режима. Инвестировать. Я озвучил проект «Заработай большие деньги» с Мухтаром Облязовым. Очень открытый фильм. Детально разложено. Как бизнес-план? Что нам нужно собрать 60 миллионов евро? На какие цели мы направим? Что мы будем делать? Этот бизнес-план ясный и четкий. Я призываю вас инвестировать в этот проект и заработать. Не раздавать деньги. Заработать, во-первых. Во-вторых, помочь свалить этот режим, чтобы мы действительно построили крутую страну. Вы же знаете, как это делается. Когда кто-то говорит, что от нас ничего не зависит, вы как предприниматели знаете, что как раз-таки все зависит от нас. Мы пишем бизнес-план, мы ставим цель, мы знаем, что делать. Под это мы собираем ресурсы, инвестируем и все, все меняется. Поэтому, уважаемые бизнесмены, инвестируйте в проект, помогайте нам свалить этот режим, помогите себе, потому что завтра при демократическом строе вы сможете свободно работать, творить и заработать огромные ресурсы и зайти в те отрасли, которые сейчас монопольно контролируют режим Назарбаева-Токаева. Мы конфискуем у всей этой семейки ворованные активы. Все ключевые отрасли, энергетика, нефть, медь, различные металлы, все будет у них конфисковано. Банковский сектор 80% минимум в руках Назарбаева и его приближенных. Все это будет конфисковано. Перед вами откроется огромное поле деятельности, где вы можете развернуть свои таланты. Инвестируйте в этот проект, участвуйте в строительстве сильного и крутого Казахстана.